Завтра погодные условия в основном будет определять прохладно-неустойчивая воздушная масса. Лишь ночью по юго-востоку страны еще сохранится влияние атмосферного фронта. Небо затянут облака. Ночью и днем в некоторых уголках страны пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Синоптики обещают оранжевый уровень опасности. Днем будет тепло, вечером лучше надеть теплую одежду. В Норвегии самое холодное лето за последние десятки лет. В начале июля в некоторых частях региона скопилось более 10 метров снега. В Осло в прошлый раз так холодно было в 1993 году, в Бергене в 1996. В Тронхе мест только холодный период наблюдался в далеком 1962. Этим летом в Норвегии снег покрыл горы. В Коммунифолдал температура снизилась до минус 4 градусов. Юго-восток Австралии утопает под проливными дождями. Уже неделю ситуацию у берегов континента усугубляет сильный шторм. В пиковые моменты волны в Новом Южном Уэльсе достигали 11 метров в высоту. Затоплены дороги и десятки населенных пунктов. Заблокированными в воде остаются автомобилисты и фермеры. Сейчас стихия утихла. Спецслужбы устраняют последствия, но синоптики предупреждают, что вода может перетести снова в любой момент. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Ветер западный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет 23 градусов со знаком «плюс». Ночью столбик термометра покажет 12 выше нуля. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.